МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Прямо сейчас о главных событиях в Чувашской республике. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. С днём студента в преддверии праздника Михаил Игнатьев встретился с учащимися техникумов и вузов Чувашии. Летопись победы в Чувашском государственном художественном музее открылась выставка, посвященная Сталинградской битве. Пересели на маршрутку. Чебоксарские депутаты собрания разбирались в ситуации с общественным транспортом в юго-западном районе. Они преуспевают в спорте, учёбе и творчестве. В канун Дня российского студенчества Михаил Игнатьев встретился с учащимися техникумов и вузов Чувашии. Кому и за что в этом году присудили стипензии главы республики, подробности у Дмитрия Ковалёва. Встреча главы региона с креативно мыслящей молодёжью проходила в творческой обстановке. На мольбертах в столичном центре дизайна фотохроника студенческих побед. Причём не только в учёбе, но и конкурсах красоты. Я участвую в конкурсе «Краса студенчества России», где мне удалось занять благодаря моим друзьям поддержки первое место и привезти корону в нашу солнечную Чувашию. Немало наград и в активе студенческого театра «МОД». Мы готовили такой образ. Также не только Чувашский государственный университет участвует в таких мероприятиях, но и Чувашский государственный гипотетический университет. В вузах республики развивается и поисковое движение. Только за последние три года отрядами были подняты останки более двухсот бойцов. Немало реликвий Второй мировой войны ребята привезли из Крыма. Самой важной и интересной охоткой является обнаружение отряда партизан, которые там работали. Они были без вести пропавшими. Среди останков были останки девочки 16 лет. И когда мы об этом сказали местному руководителю, он сказал, что это, скорее всего, и был отряд партизанов. Поддержка молодежных проектов среди приоритетов правительства региона. Ежегодно тысячи лучших ребят присуждают стипендии главы республики. Михаил Игнатьев отметил, что перед выпускниками вузов открываются большие возможности. Мы органы власти хотим создать благоприятную среду, чтобы в одинаковых равных условиях вы занимались и учебной деятельностью, дополнительным профессиональным образованием и могли самореализоваться. У студентов было немало вопросов. Как стать успешным руководителем? Какими достижениями гордится глава региона? Какой у вас девиз по жизни? Надо быть всегда успешным. Вот самое главное. И все. Надо быть честным. Каждый из нас, каждый из вас всегда должны нести ответственность. Среди приглашенных на эту встречу немало призеров Олимпиады фестивалей, спортивных турниров. Ребят интересовало, чем увлекался, будучи студентом, сам Михаил Игнатьев. Походы разные были. Мы же не ездили на автобусах. Вот рюкзаки на плечи, по реке, по суре, где там рыбу поймаешь, сваришь, ухуй. Встреча с главой региона проходит в рамках проекта, инициаторами которого два года назад выступили студенты вузов. Так начал свою работу дискуссионный клуб «Диалог на равных». Известные люди республики рассказывают молодежи, как добиться успеха. Ответив на вопросы, глава региона вручил свидетельство стипендиатам. Молодой Татьяне Аркадьевне, члену Чубарского регионального отделения Российские студенческие отряды. Известную в республике тяжелую атлетку Ирину Баймулкину Михаил Игнатьев наградил нагрудным знаком лауреата молодежной премии. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика. В октябре 2019 года изменили правила организованной перевозки детей. По новым требованиям, школьный транспорт теперь оснащен ремнями безопасности. Современные автобусы стали поступать в муниципалитеты республики. Один из них уехал в Канажский район, в Шибылгинскую школу. Желтый и яркий, соответствующий правилам безопасности. С появлением нового автобуса «Дорога к знаниям» у учеников станет комфортнее, а интервал движения сократится. Перестанут тревожиться и родители. Доехали ли ребята вовремя до школы? Не в пять часов вставать, а к семи и уже к восьмех в школу будут приезжать. Второй автобус будет возить, а так ждут они долго. Раньше у нас был всего лишь один автобус, и детям было немножко сложнее добираться до школы. Школьный транспорт на этой территории никогда не ездит пустым. Второй школьный автобус для нас это такое событие историческое, потому что мы можем разнообразить свой процесс учебный, воспитательный процесс. Конечно же, у нас не будет проблем с отвозом детей. Самое большое количество детей из деревни Калиновки. Вот 37 детей оттуда мы возим. Новый автобус с вместимостью 22 места. Конечно, автобус он нужен. День, день. 120 километров гоняешь, один. Один гоняешь. А тут сейчас будет полегче, и дети рано не будут вставать. Педагоги отмечают, теперь географию поездок можно расширить. Мы ездим на соревнованиях по бегу, по легкой атлетике, по баскетболу, по волейболу, по плаванию. И часто, когда мы ездили на соревнования, автобуса не было, поэтому детям приходилось добираться домой пешком. Ключи от новых школьных автобусов получили 15 муниципалитетов. В рамках программы предполагается полная замена старого транспорта. Это направлено, чтобы дети передвигались в комфортных условиях, в безопасных условиях. Поэтому я надеюсь, что данная программа уже функционирует более 10 лет. В республике продолжится закупка автобусов и в 2020 году. Наталья Мальчикова, Павел Иритков, Республика. От пункта А до пункта Б чебоксарцы, живущие по бульвару Миттова, в результате транспортной реформы, остались без транспорта. В ситуации разбиралась моя коллега Наталья Мальчикова. 26 многоэтажных домов, а это около 3000 жильцов. Это бульвар Миттова. Каждое утро молодежь торопится на учебу, на работу. Люди вынуждены идти до ближайшей остановки общественного транспорта, которая на самом деле не так уж и близка. Я здесь живу 2003 года. Инвалиды, родители, матеря с колясками, в почту ехать, в больницу ехать. И они прут пешком до энтузиастов. Неужели нельзя ничего придумать? Ну, было хорошо, когда 334 ходила. На работу, потому что я сама и муж на работу раньше ездили, нам очень удобно было. 334-й межмуниципальный маршрут отменили в начале прошлого года, а взамен ничего не пустили. Жители просят 22-й маршрут развернуть. Все ходят по улице Гражданской. И 47-й маршрут ходить. 47-й, значит, когда едет в Финскую долину, а 22-й, когда едет в юго-северо-западный микрорайон. Главный вопрос – это почему у нас в микрорайоне нет ни одного транспорта. Депутаты столичного собрания вместе со специалистами администрации проехались по маршруту, чтобы понять суть проблемы. Было много обращений. Там у нас транспорт по бульвару Митова в данный момент совсем не ходит. Изучая проблему, дали поручение администрации города, чтобы они проработали этот вопрос. Возможно, когда дорогу по улице Гражданской мы расширим, можно будет бульвар Митова закольцевать и сделать движение только в одну сторону. Естественно, значит, уже вместо одной полосы появятся две полосы, и там спокойно может проезжать уже и автобус. То есть, надо подумать сейчас с механизмом, но транспорт туда обязательно хочется пассажирски запустить. Чтобы вновь наладить транспортное сообщение, понадобится время. Требования к безопасности перевозок ужесточились. С точки зрения безопасности будем рассматривать эту улицу как ширина проезжей части, чтобы уличная дорожная сеть позволяла здесь организовать маршрут общественного транспорта. Также наличие остановочных пунктов, пешеходных переходов. То есть, это целый комплекс мероприятий, которые нам предстоит рассмотреть, проанализировать. По результатам которого мы окончательно примем решение, возможно ли здесь организовать маршрут общественного транспорта. Наталья Мальчикова, Борис Андреев, Республика. С 27 января маршрут сотого троллейбуса Чебоксары-Новочебоксарск продлят. В Новочебоксарске маршрут продлят до Сокола, в Чебоксарах до микрорайона университет. Пока будут ходить всего три троллейбуса. Решение приняли по просьбе жителей Чебоксары-Новочебоксарска. Сейчас прорабатывается вопрос введения проездных на маршруте. Планируется, что до конца года Республика закупит еще несколько таких троллейбусов. По сельской ипотеке можно приобрести жилье в четырех городах Республики. Как сообщают в Минсельхозе Чуваши, у нас, как и по всей стране, программа начала действовать с 1 января. Кредиты по ставке 0,1% до 3% годовых предоставляются людям в возрасте от 21 до 64 лет. Льготную ипотеку можно взять на строительство или покупку квартиры, жилого дома на территории сельских агломераций, в которые входят населенные пункты с численностью не более 30 тысяч человек. В Чувашии к таким городам относятся Козловка, Мариинский посад, Цивильская, Ядрин. Максимальный срок кредита – 25 лет, максимальная сумма – 3 миллиона рублей. При этом заемщикам оплачивается 10 и более процентов стоимости строящегося или приобретаемого жилья. В этом году в Чебоксарах обновят 90 лифтов в 16 многоэтажках. Средства, а это 158 миллионов рублей, выделят в рамках республиканской программы капитального ремонта. Сейчас работы по установке 62 лифтов в 12 многоквартирных домах практически завершены. Запуск еще 28 планируется до 30 марта текущего года. Дополнительно в этом году планируют заменить лифты еще в 11 домах. Напомним, срок эксплуатации такого оборудования – 25 лет. По истечении этого периода по результатам технического обследования выносится решение о замене. Полностью меняется силовое оборудование, система управления, безопасность кабины и двери на этажах. Современные лифты потребляют на 40% меньше электроэнергии. Бесснежной зимой диким животным и птицам проще добывать пропитание. Тем не менее, егери и инспекторы лесной охраны Чувашии продолжают их подкармливать. Необходимая часть рациона лесных обитателей – зерно и соль. Специалисты ежегодно подкармливают диких животных в зимнее время. Зима в этом году только на календаре. Диким животным это на руку, точнее на лапу. Зима на сегодняшний момент выдалась неоднозначная. Снежный покров маленький. Для подкормки, да, животным подкормка много и животным комфортнее. Чувствуют маленькие сугробы, они меньше тратят энергии, силы. Но есть у таких рейдов и другая подоплека. Именно зимой проще проводить учет диких животных и птиц. Численность и плотность определяют по следам. В этом году инспекторы прошли более 40 маршрутов. Изучили поголовье кабанов, лосей, волков, куропаток, рябчиков и других диких животных. Уже сейчас ясно, что больше стало лосей и кабанов. Эти и другие цифры помогут скорректировать численность. Страна готовится торжественно отметить 75-летие Великой Победы. Специалисты Чувашского государственного художественного музея открыли свои фонды для того, чтобы показать жителям республики военные страницы истории, запечатленные на холсте. Сталинградская битва – важная веха в летописи войны. Именно с победой в этом сражении началось освобождение нашей страны от фашистских захватчиков. Цена победы была высока. Только на Мамаевом кургане похоронено более 34 тысяч солдат и офицеров, погибших при защите города. Основная цель выставки – гореть на земле Волгограда вечный огонь солдатский. Напомнить о тех, кто сражался в этой самой ожесточенной, наверное, битве Великой Отечественной войны. Продолжалась она 200 дней. 135 дней защищали Мамаев курган, который периодически переходил за рук в руки. В экспозиции особое место занимают живописные свидетельства художников-фронтовиков, участников сражений. Здесь представлены цветные линогравюры Петра Баранова и Леонида Буракова. Серию акварельных работ посвятил Сталинграду известный художник Валерий Макаров, родившийся в послевоенном Сталинграде. Особое место занимает большая живописная работа Александра Прокопенко «Мамаев курган». Вы знаете, это не только трогает душу, но и заставляет задумываться. Никогда ни наше поколение, ни последующие не должны забывать уроки Великой Отечественной войны. Это наша с вами жизнь. Если мы прошлое не будем помнить, нас не будет. В течение всего года в музее будут проходить тематические выставки. Каждая из них будет посвящена самым важным событиям Великой Отечественной войны. Батальные полотна, портреты фронтовиков, тружеников тыла, послевоенная жизнь страны. Нынешнее поколение не так много знает о великом прошлом нашей Родины. Посетить выставку «Горит на земле Волгограда. Вечный огонь солдатский» можно до 11 февраля. В столице Чувашии прошел фестиваль «Света Рождества Христова». Он объединил более 500 исполнителей из разных регионов. Эти дети в очередной раз доказали, что для творчества нет никаких ограничений. Фестиваль проходит уже в шестой раз и в этом году в новом статусе. Этот фестиваль-конкурс в этом году впервые у нас стал всероссийским, потому что если ранее у нас участвовали ближайшие регионы, то в этом году у нас даже участвует Камчатка. Земле на диво, мы живем счастливо, все земле на диво. Фестиваль проходит по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. Для участников одинаково важно расти и профессионально, и духовно. Алексей Романов из Зеленодольска с 14 лет оттачивает не только технику исполнения, но и волю. На фортепиано он играет, не имея кистей рук. И это был самый трудный момент, потому что после этого меня никуда не брали в музыкальные школы, говорили, что и 10 пальцев не хватит, чтобы играть. Но я занимался сам дома, я находил в интернете всевозможные способы, также я приклеивал на ноты специальные наклейки, чтобы понимать, где какая нота, и после этого я начал играть музыку. Мне очень приятно, что могу быть здесь, потому что я выпускник этой школы, и школа вышла на такой новый уровень, я считаю. Честно сказать, было уникальное мероприятие, прям до слез, просто, даже у меня слов нет, если честно. В этом году фестиваль объединил более 500 участников. Организаторы уверены, для юных музыкантов важны не столь награды, сколько возможность встретиться с людьми, близкими по духу. Музыка, как говорят музыканты, создается там, где есть уши. Если музыкант слышит ушами, мы сегодня поняли, границ для него нет. Руки у тебя здоровые или нет, видишь ты или нет, если ты слышишь и чувствуешь музыку, и любишь ее, и хочешь не только ее слушать, но ее исполнять, вперед, исполняй, делай, все у тебя получится. Александр Соловьев, Игорь Зверев, Республика. Народное творчество живет в песнях. В Чебоксарах завершился межрегиональный социально-культурный проект «Караван Наследие». О тех, кто живет в гармонии с музыкой Рифат Фаткулин. Пальцы быстро перебирают черно-белые клавиши и кнопочки. Народный инструмент выдает неповторимые мелодии. Гармонисты-виртуозы буквально рассказывают музыкальные истории, а зрители верят им и не скупятся на овации. Одна из главных целей «Каравана Наследия» — передать будущим поколениям татарскую народную песню в оригинальном исполнении, говорит руководитель национальной культурной автономии татар-чуваши Фарид Гибадинов. Проект, он себе вбирает самые старинные песни и танцы, которые мы изучили на основе своих аудентийских жителей Комсомольского района. Тут основа аудентичная песня — татар, мишарей. В мишаре они живут и в Мордовии, мы их песни записывали, Челябинская область. И потихонечку мы сегодня с этим проектом несем нашим социальным, то есть взрослым населению, молодежи одновременно, чтобы у нас те, которые чуть-чуть подзабыли этих песен, они чтобы вспомнили. А вот молодежь, которая никогда не слышала эту песню, и чтобы они знали, какой великий народ, и столько самобытного у нашего народа. Собирает и хранит культурные традиции детский фольклорный ансамбль «Тамче» из села Урмаева Комсомольского района. Своим творчеством ребята показывают все своеобразие татарского народа, его трудолюбие, скромность, самобытность. Если мы сами не будем заниматься этим, они не будут их сохранять. Но это уж мы сами стараемся. Вот я же говорю, мы при школе искусств, у нас по классу хора мы их набираем. Потом уж у нас занятия, уроки проходят, и они с удовольствием этим занимаются. Концерт хотя и камерный, но его программы очень разнообразно. Звуки гармонии, флеты сливаются с душой. Хорошее настроение и воспоминания от праздника обязательно сохранятся на целый год. До следующего фестиваля. Рифат Фадкулин, Республика. Таковы главные новости к этому часу. А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова